Всем привет-привет! Вы на канале VODGSN, канале, на котором каждый день вас ждут свежие обзоры на всё, что появляется в нашей игре. Поэтому, если хотите ничего не пропускать, подписывайтесь на этот канал и жмите лайкос. Мне будет безумно приятно. Ну а в этом коротком видео, ребят, я подумал и решил открыть контейнеры. Я очень люблю открывать контейнеры и вам, в принципе, не советую, потому что лучше купить себе танк за те же самые 7500 голды, вместо того, чтобы пытаться этот танк достать из коробок. Почему я считаю именно так? По одной простой причине, потому что если вдруг вы по какой-то причине хотите себе именно ВЗ-114 или того же самого Т-34-3, то вы можете эту машину купить тогда, когда её будут выставлять на продажу. И тогда вы точно будете знать, что именно эта тачка попадёт к вам в ангар. Ну а здесь бабка надвое шептала. В отношении шансов. Здесь шансы 0,71% по машинам. Это в контейнерах китайских. Ну а в целом во всех контейнерах нации, так, секундочку вам покажу, здесь, ребят, 10% выпадения какой-то из машин. Опять-таки, повторюсь, какой-то, а не конкретной, которая вас интересует. Но специально для вас покупаю за 7500 голды набор этих контейнеров. Ну и посмотрим, что мне выпадет. В целом, ребят, считаю, что если вы покупаете за 7500 золота данные контейнеры, то вы вышли в ноль тогда, когда вам выпала какая-нибудь восьмёрка. Ну а если выпадет что-нибудь получше, нежели восьмой уровень, то понятное дело, что вы вышли в плюс. А с другой стороны, если вы купили эти контейнеры и не получили ничего, то, соответственно, вы упали в существенный минус. Именно поэтому рекомендую всем покупать танки в магазине или на аукционе. Ну а в отношении контейнеров много раз подумайте. Ну что, ребят, поехали. Начинаем открывать контейнеры. Что получаем? Что получаем из первого контейнера? Ну, как видите, получаем арахнит. Великолепный каму для TL7-120, но, честно говоря, ни о чём. Едем дальше. Французские контейнеры. Из французского контейнера. Ну, где эти 10% шанса выпадения? Нет ничего. Забираем бустеры. Дальше. Британские контейнеры. Ну, давай мне Чифтейна или какому-нибудь Бадгера. Пожалуйста, Чифтейн! Только не тот, на которого я рассчитывал. Я, честно говоря, рассчитывал, что будет танк 10 уровня Чифтейн. Ну ладно, хорошо. Будет восьмёрка, а значит, я уже практически вышел. В ноль. Почему практически? Потому что я не считаю, что Чифтейн стоит 7500 голды. Пишите своё мнение обязательно в комментариях. Следующий контейнер. Советские контейнеры. Ну, давай. Дай мне ещё отсюда какую-нибудь восьмёрку. Даже самую негодную. Я буду считать, что вышел в плюс. Да, пока никак. Ладно, хорошо. Давайте откроем китайские контейнеры. Немецкие оставим на потом. Там, кстати, в немецких контейнерах собраны, я бы сказал, одни из лучших машин. Надето, если из контейнеров нации, то, наверное, один из лучших контейнеров нации. Опять-таки, о вкусах не спорят. Можете своим вкусом поделиться в комментариях. Что здесь у нас? Ничего. Ничего не получаем. Ну и остаются немецкие контейнеры. В целом, уверен, что ничего не будет. Открываем последний контейнер из этого набора. И получаем... Опять получаем бустеры, свободку и иксы. Вот такое вот, ребят, открытие. Не знаю. Я лично считаю, что это дело бестолковое. По одной простой причине. Потому что, если бы я хотел Чифтейна, я бы дождался его на продаже. Ну а поскольку хотел что-то другое, то не получил то, чего хотел. Пишите свое мнение по поводу данных контейнеров. И контейнеров, в принципе, в нашей игре. Я с удовольствием почитаю. Пошел снимать следующее видео специально для вас. А вам, друзья мои, искренне желаю мира. И обязательно спокойствия. Всем пока-пока.